Двигатель 2,3 бензиновый, 133 лошадиных силы. Механическая коробка передач. Передний привод. Машина 1991 года выпуска. Химчистка. Когда впервые я разбирал салон, я зарекался, что больше никогда этого делать не буду. Но с появлением сотки я себя переборол и сегодня принялся за этот трудоемкий процесс. Только из-за того, что хочу немного уплотнить обивки поролоном. Разобрал только передние сидения. Задние сделаю химку, они живее передних. Разбор 32-летних сидений – это от болты, которые с завода идут на фиксаторе резьбы. Сколько матов они услышали, один даже сломался в общем. Кто когда-либо разбирал сидения Ауди, меня поймут. В моменте я даже сел, налил чай и начал листать Авито в поисках новых сидений с разбора. Но меня быстро отпустило, и я все разобрал. Замена пламегасителя Продолжаю приводить в порядок садку, дело дошло до глушителя. Записался к Васе глушителю, Ставропольские поймут, купил на москвичевском рынке пламегас и вперед. Завил, поехал и офигел. Тихо, не воняет, не звенит. Вообще шумка на Ауди на высшем уровне. Ремонт спидометра Спидометр не работал, одометр не крутил километраж. Было за все время, что он включался и накрутил километров 10. Стрелка спидометра цеплялась за облезшие покрытия и замирала. Заказал шестеренку одометра. Как только получил, помчал ставить. Посмотрел видосики и принялся за разбор. Вскрытие показало, что шестерня целая. Нукей принялся за восстановление шкалы. На плате не увидел никакого криминала, поставил новую шестерню, покрутил, все крутятся и должно работать. По итогу, стрелка работает, все шикарно, а одометр так и не ожил. Видимо, надо было пропаять контакты моторчика. Придется еще раз разбирать. Установка СП Дошли руки до установки ранее купленных СП, решил ставить только переднее. Езжу только один на этой машине. После того, как получил посылку, читал драйв и понимал, что то, что мне пришло в виде проводки, вряд ли будет работать. Включаем колхозника и идем в магазин для тазов. Только он и выручает берем кнопки на два СП и к ним клеммы. Можно было взять с разборки удроченный за пару десятков лет блок на два СП, но нахер надо. Делим работу на двоих, с меня вся механика, с товарища вся электрика. Врезал в подлокотник кнопки, стали как родные. В итоге, имеем плюс одну опцию для комфорта. Увидел я эти банки в бортжурнал у Волги из Осетии, ибо звук даже из телефона был весьма сочным. Списался с владельцем, попросил ссылку на банку. Заказал. Договорился на установку и поехал сразу после работы, по пути купил насадку, типа нержа, а там посмотрим. Отрезали старый резонатор и глушитель. Поменяли прокладку между коллектором и приемной трубой. Врезали трубу вместо резонатора. Ну и собственно поставили новую банку. Запускаю мотор и... Песня. Пять цилиндров запели как породистый 5-6 литровый мотор. Дал старт кузовным работам. И все же решился. Первая попытка была неудачной, так как струна в наборе была говно и рвалась каждые 3-5 сантиметров. Была куплена другая, порвалась пару-тройку раз, и то из-за зацепа об металл. Стекло снято, даже несмотря на трещину в районе дворника, оно не посыпалось и слава богу. Картина не такая уж печальная, ожидал худшего. Инструмент имеется, удалил все это дело и вышло так. Начал войну с коррозией на пятой двери. Дело не легкое, но результат лучше, чем в какой-нибудь малярке замазали бы это все, а оно вылезло бы через полгода. Стекло, несмотря на мини-трещины у отверстия под дворник, все же выжило и не рассыпалось, хотя многие уверяли. Даже после срезки старого герметика все норм. Все вычистил до металла, раковины естественно остались, немного их потравил цинкарем, потом загасил содой и снова чистил. Покрыл жирничим слоем эпоксидного грунта Реофлекс. Точнее двумя слоями мокрым по мокрому. Полировка фонарей. Матовость задних фонарей зашкаливала. Антигравий. Почистил пороги от старого антигравия, покрыл новым. 350 рублей. Использовал грамм 700, три хороших слоя. Расширение. Вот это еще чуть-чуть постоянно подкидывает мне проблем. Это предисловие к тому, что я натворил на пути к расширению. Началось все с того, что как-то. Вечером натыкаюсь на пост, где идет рассказ про проставки. И тут у меня вспомнилось, что я хотел вытащить колеса из-под фендеров. Полез на Авито, наткнулся на объявление, где человек продает приставки 25 мм с комплектом крепежа по очень сладкой цене. Договорился, оплатил 4-5 дней и они у меня. Замена стекол передних фар. После того, как увидел сообщение о разборе гаража в сообществе Ауди, договорился с ним, что приеду покопаться в воскресенье. Сказано, сделано. Нашел у него стекла на фары, не новые, но в броне. Забрал. Пленка была удалена и после чистки от клея в моих руках оказались практически идеальные стекла. Установка не составила труда. Единственное, что заняло время, это выставление правой фары по зазорам. Стояло не идеально, теперь четко. Две приставки я упшатал и заказал новые. Так вот, они пришли. В мурзилке, прилагающейся к приставкам, указан момент затяжки 90 на метров. Перед я тянул 112 и норм, ничего не сломалось. Ладно, зад крутнул на 100, все окей. Но не все так просто, как кажется. Задние ступицы пришлось доработать. Благо, есть дремель, и это заняло не так много времени. Болты из комплекта не использовал, так как там идут обычные вазовские. Посадил на родные доработанные, как и в первой части. Новые подкрылки я не нашел. Залил все динатроном, что дало защиту и шумоизоляцию. Лил с пистолета для антигравия давлением 5-6 бар. Замена втулок-форсунок или как победить подсос воздуха. Тема давно всем известная, 2,3 славится своими подсосами, которые, как я думал, больше не будут меня беспокоить, но нет. На прогретом двигателе обороты стали держаться 1000-1100, что означало явный подсос воздуха. Ну что ж, берем сигареты подлиннее и накуриваем впуск. И дым-папер из-под стаканов, втулок, форсунок. В расстроенных чувствах закрываем капот и едем домой читать драйв и заказывать детали. На этот раз воспользовался услугами автодока, привычные уже авто той половины артикулов не хотел давать. Заказал, оплатил 2-3 дня ожидания, и можно ехать разбирать все. Клапанную крышку снял, чтобы поменять прокладку. Внутри был немного нагар, все вымыла та же химия. Ну и какой ремонт без покраски, это мое любимое дело. Найден баллончик с синей термостойкой краской, который остался с калины еще, и крышка стала чуть свежее. Форсунки выскочили вместе со втулками, будто их ничего и не держало. А вот снять втулки с форс оказалось не так уж просто. Намучился с ними прилично. Три вытащил, две разбил нах, ибо уже не было нервов возиться с ними. Была надежда на то, что форсунки будут с окончанием на 0.32, но оказались 0.43. Читал, что их не вариант мыть, но не в моем случае. Лил в них карпклинер и продувал воздухом. Потом поставил на ночь в стакан с карпклинером. Полировка. Всю работу выполнял один. Трезак 3000 по воде нашли в машинке эксцентрики. Качейч 9+, ротор, плюс мех. Качев 6+, эксцентрик, плюс оранжевый круг. Как известно, многие при слове мех впрыск крестятся и говорят «чур, я долго не понимал, что в нем плохого», пока сам не коснулся. После того, как поменял стаканы форсунок, прокладки на впуске и еще что-то там, холостые вернулись в свое стабильное положение и радовали глаз. Но не тут-то было, через какое-то время начались опять непонятки. То пилят, то держат 1200. В принципе, я понимал, что возможно это РХХ, так как после его чистки машина начинает работать норм, но это ненадолго. Хотя что там чистка, там и чистить то нечего. Предполагаю, что тупо клянила заслонка. Решено менять. Занижение. Наконец-то. Стиль Аллада в прошлом, ну или почти в прошлом. Так как надо что-то решать с крыльями, фендеры не катят уже. Итак, в нашем дружном чате, в очередной раз, ребята из Казахстана выкидывают фотки с разбора, а там пружины. Пару недель ожидания, и они у меня. Только забрал и сразу поехал ставить. На 100 работников не оказалось, мне любезно предоставили подъемник, и я принялся за установку. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!